Добрый день! Мы продолжаем наше мероприятие, связанное с дальнейшим узнаванием различных аспектов археологии и истории. И сегодня я с удовольствием представляю слово доктора исторических наук, сотруднику Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Жущеховской Ирине Сергеевне. Ее выступление будет состоять из двух частей, каких она вам расскажет. Между двумя частями будет небольшой перерыв. Первые 35-40 минут, это первая часть, и вторая часть еще 35-40 минут. После того, как у нас будет небольшой перерыв, у меня предложение тем, кому будет неинтересно дальше слушать, вы, конечно же, можете покинуть нас и, соответственно, продолжить свои изыскания на раскопе. Тем, кому будет интересно, пожалуйста, вы можете дослушать дальше. Поэтому я предоставляю слово Ирине Сергеевне. Ирина Сергеевна, пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Итак, мы сегодня с вами будем разговаривать. Да, здесь, отсюда. Так, ясно. Говорить мы сегодня будем с вами о керамике, как вы уже знаете, из предварительного анонса, из названия лекции, которая перед вами. И я думаю, что многие, если не большинство из вас уже с этой темой в рамках стеклянухинского проекта познакомились. Кто-то в прошлом году был на мастер-классах, на моих тоже лекциях. В этом году, вот вчера, я знаю, Елена Александровна, наш художник-гончар из Владивостока проводила мастер-класс. Может быть, вы тоже приняли в этом участие. То есть, вам достаточно, я думаю, в принципе, знаком объект, о котором мы будем разговаривать. Керамика. Я напомню, что этот термин применяется к изделиям, изготовленным из обожженной глины. Вот просто высушенная глина. Какая бы она ни была твердая, какое бы изделие вы замечательное ни сделали, вот там уже стоят готовые некоторые сосуды подсохшие. Но это не керамика. Глина становится новым материалом, керамикой, только тогда, когда она проходит температурную обработку. Причем не любую, а в определенном температурном интервале, не ниже 600 градусов Цельсия. Это такие самые общие моменты. Все вы прекрасно знаете, что такое глина. С детства вы с этим материалом знакомы. Глина – это сырье для изготовления керамики. Все вы прекрасно знаете, что это за материал. И, казалось бы, ничего в нем нет особо такого загадочного, сложного. Но на самом деле спросите любого специалиста, занимающегося профессионально геологическими горными породами, геолога, геоморфолога, почвоведа. И он вам скажет, что на сегодняшний день нет общей систематизации, вот единой принятой общей систематизации, общего описания, общей классификации, чтобы вся информация была воедино собрана о глинах, которые известны вообще в мире. Потому что по территории всего земного шара глины – это одна из самых распространенных горных пород. Ну, если не самая распространенная. Это осадочная порода, вот здесь определение такое очень простенькое, что такое глина. Самая распространенная порода горная. Но разнообразие глин по составу, по примесям, по различным, по своим физико-химическим свойствам, таково, что до сих пор нет единой какой-то системы, классификации для всех абсолютно глинистых материалов, известных в разных районах земного шара. А они известны от арктических широт до островов южной части Тихого океана. То есть широчайшее распространение, наверное, только на Северном и Южном полюсе мы глину найти, ну, понятно, никак не можем. И с этим разнообразием познакомился когда-то очень давно древний человек. Глина – это один из древнейших природных материалов, который стал известен людям. Ну, раньше – это камень, кость, да, и потом глина. И первый искусственный материал керамика, который был получен из глины путем преобразования ее термического, около 30 тысяч лет назад в Европе. Такие вот археологические свидетельства есть. Но с течением времени, с распространением мастерства изготовления керамических изделий, ширилось разнообразие технологических приемов работы с глиной и, соответственно, результатов тех продуктов, которые древний человек на разных этапах своей истории делал, осваивал. И это разнообразие так же точно, как невозможно свести к какой-то общей системе знания по глинам, по миру, по разным районам мира. Точно так же нет на сегодняшний день какой-то обобщающей работы. Вот это для археологов специально может быть такой нюанс небольшой информационный. На сегодняшний день у нас нет какой-то обобщающей энциклопедии, скажем, мировой керамики, какой-то монографии, которая бы свела вот прямо воедино все разнообразие тех продуктов керамических, которые сделал человек на протяжении всей своей истории, начиная от нескольких десятков тысяч лет назад, как я сказала, до практически сегодняшних дней, когда по-прежнему глины люди используют для своих целей, для разных задач, но на ином, конечно, технологическом уровне, нежели древние люди. Вот в первую очередь керамика у нас ассоциируется с, когда мы говорим термин керамика, особенно среди археологов, сразу, конечно, ассоциируется с бытовой посудой. С бытовой, с ритуальной, то есть то, что вы находите на раскопе, то, что на любом археологическом памятнике находят, то, что этнография нам представляет до сих пор мастерство изготовления, различные керамические посуды хорошо известны в разных районах мира, но на самом деле далеко не только различными бытовыми емкостями, там парадной посудой, посудой для хранения и прочее, ограничивается разнообразие керамических продуктов. Это и архитектурная керамика, кирпич, черепица, которые известны и в Восточной Азии, и в Европе с первого тысячелетия до нашей эры, а где-то и даже раньше в отдельных районах. Это и техническая керамика, которая предназначена была специальные приспособления керамические, девайсы, так сказать, керамические своего времени, для металлургии, для работы с раскаленным металлом, для бронзового литья в первую очередь. Это и другие некоторые области, где использовалась глина, керамика и изготавливались. Забыла что-то. Сейчас я… Да, производственная сфера. Ну, в принципе… Да, и искусство, ритуально-культовая сфера. Вот еще что, что я не упомянула. Как раз с этого и началась история керамики. Это изготовление различных статуэток, скульптур, ну, то есть зачатки художественной скульптуры, изделия для ритуальных целей. Собственно говоря, с этого когда-то и началось 30 тысяч лет назад освоение глины с изготовления вот таких вот небольших керамических статуэток, фигурок, имеющих ритуальное значение в Европе. Ну, и вот сейчас, заканчивая вот это вот короткое вступление, это вступление, я общими вещами вас не буду загружать, особенно на этом. Вот в основном я закончу общую подводку такую. Вот за всю историю работы людей, культур, цивилизаций с глиной и за историю изготовления различных керамических изделий, продуктов, различными технологическими методами, с помощью технических приспособлений. Вот это огромное разнообразие сложилось, но все же в нем мы выделяем центры, настоящие центры, где вот это искусство керамики или соединенное с технологией керамики достигло настоящих высот. И, в общем, вот на этой карте вы видите так называемый золотой пояс мирового гончарства, где показаны три основных мировых центра. Это, ну, гончарство условно вообще работы с глиной, изготовления керамических изделий. Мировой керамики, если можно так сказать. Это Восточная Азия, вы видите, это Средиземноморье и Ближний Восток, и это район Центральной Америки. Если вы посмотрите, то легко заметите, что эти центры коррелируются с определенным климатическим поясом. Главным образом это субтропики. И нижние умеренные широты, верхние тропические широты, но в основном это субтропический пояс. Это не случайно, поскольку именно в субтропических широтах наиболее оптимальные условия для занятий гончарством – это сезонное производство, не для холодного зимнего климата. И именно эти районы, особенно Восточная Азия, Средиземноморье и Ближний Восток богаты совершенно уникальными месторождениями глинистого сырья, о чем вот скажу немного позже. И сейчас мы с вами бегло посмотрим, насколько позволит время. Я постараюсь. Материала много. В общем, и чтобы перегруза не было такого информационного, я его постараюсь сжимать так по возможности. Но все равно вот даже бегло, чтобы пробежаться быстро по этим центрам. И не в деталях, конечно, мы их будем рассматривать. А я остановлюсь только на самых ярких, на самых таких необычных, уникальных, интересных страницах истории керамики в каждом из этих центров. Где-то вот что-то акцентами такими. Потому что полностью осветить историю даже одного центра, ну, как я сказала уже раньше, это настолько сложная задача, что, в общем, нет на сегодняшний день не только, допустим, энциклопедии мировой керамики. Вот нет такого в археологии. Но нет даже и региональных каких-то исследований. Скажем, монография вот такая глобальная, многотомная, которая была бы посвящена только керамике Восточной Азии. Этого вот нет. Потому что материал настолько разнообразен, и так сложно с ним работать и воедино все это сводить. И начнем мы с Восточной Азии. С Восточной Азии это продвигаясь дальше на запад, то есть с востока на запад, но это еще и правомерно с точки зрения происхождения керамики. Вот Восточно-Азиатский центр истории керамики, керамического искусства, как угодно можно называть. Он интересен и примечательен тем, что именно здесь впервые человек начал изготавливать керамическую посуду. Именно посуду. Не керамические изделия как таковые. Они появились, как я сказала, 30 тысяч лет назад в Европе. Разовый такой опыт изготовления ритуальных фигурок для культовых целей. А вот Восточной Азии примерно, ну, самые ранние даты, они такие, в общем, достаточно смелые, но тем не менее подтверждением есть 18 тысяч лет назад. Китай, Южный Китай. Япония 15-16 тысяч лет назад уже признана это. Мировой науке появилась керамическая посуда. Дальний Восток. Мы тоже входим в юг Дальнего Востока, при Амуре и Приморье. Немного так скромно достаточно. Мы тоже входим в этот центр восточно-азиатский. Но здесь примерно Амур у нас 14-15 тысяч лет. Приближаемся к Японии. В Приморье еще моложе. И таким образом, вот, в интервале от 18 до, скажем так, называют, до 12 тысяч лет назад, вот такой широкий интервал, почти 6 тысяч лет назад, происходил, вот, начальный, шел начальный этап становления мастерства, становления технологий, изготовления керамики, работы с глиной. Цикл технологический, вот об этом я скажу сейчас, сейчас это важно достаточно, поскольку технология, да, определенная последовательность операций, которая приводит к получению необходимого продукта. Что такое технологический цикл керамики? Он вообще прост и неизменен. Он для всех времен народов одинаков, абсолютно, и культур. Глина плюс, ну, вода, если нужно для получения пластичности, то есть пластичное состояние глины необходимо для того, чтобы придать ей определенную форму, модифицировать ее, затем высушить, обязательно высушить до, ну, так сказать, камнеподобного состояния полностью высушить, и затем обжиг. Вот эти три стадии, самые главные, основные, они неизменны, как в древности, так и в современном гончарстве. Другое дело, что вариации различные, временные, культурные, всякие индивидуальные даже вариации, внутри каждого из вот этих вот этапов, они также бесконечные, и какие-то нюансы в декоре, что делает керамику художественным продуктом уже, а не только чисто таким универсальным. Они бесконечны, и в итоге мы имеем вот это вот огромное разнообразие керамических изделий. Так, ну, вот, собственно, перед вами карта с датами, о чем я сказала, прокомментировала. Начнем с Японии. Да, и вот внутри Восточной Азии я остановлюсь на японском архипелаге, на японских островах. Здесь мы рассмотрим очень коротко два эпизода, как мне кажется, наиболее интересные, на мой взгляд, но, в общем, не только на мой, получается так, что и в литературе во всей, в научной, и среде исследователей такое же мнение, что вот самое интересное в истории японской керамики – это керамика неолита Дземан, неолитического периода Дземан, и следующая керамика, традиционная керамика Японии, средневековая, которая связана со знаменитой чайной церемонией и прочее, прочее. Об этом я, собственно, и скажу. Китай. Рассмотрим Китай. Китай, ну, признанный такой вот в этом центре, внутри центра Восточной Азии. Китай, конечно, очень уникален по истории керамики, и здесь и неолит дает интереснейшие примеры работы с глинами, и, конечно, изобретение фарфора. Крупнейшее китайское изобретение в рамках работы с глинистым сырьем и получения новых каких-то продуктов, искусственного материала, фарфорового, нам дал Китай. То есть перейдем вот. Вот это так выглядело, то, о чем я сказала, древнейшая посуда Китая и Японских островов. Вот с этого все начиналось. 18-16 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад. Ну, вот примерно вот такие изготавливали, простейшие абсолютно емкости, совершенно примитивные. Назвать их художественным произведением. Язык не поворачивается, конечно. Они не имели никакой эстетической ценности ни в глазах древнего человека, я в этом уверена, ни в наших глазах. Потому что цель стояла исключительно прагматическая – получить контейнер для варки пищи. Уже доказано, что древнейшая керамика использовалась для кухонных целей, в частности, для варки различных морепродуктов, рыбы, в основном, не только для этого. И вот, пожалуйста, то, о чем я сказала Дземан. Период этот длился очень долго, более 10 тысяч лет назад. И период включал в себя не одну культуру в ее развитии, а целый ряд родственных культур на территории Японских островов, которые общались друг с другом, пересекались, имели очень много общего. И, тем не менее, во времени и пространстве имели свою какую-то определенную специфику, которая во многом выражалась в керамических изделиях. Насчитывается для всего периода Дземан, для аналитического периода Дземан, более 70 так называемых стилей керамики, и похожих между собой, и вместе с тем отличных. Вот здесь вот очень и очень и очень небольшая выборка, наверное, одна тысячная часть того разнообразия, от раннего до финального. Дземан делится на стадии различные, и основное развитие керамики приходится на ранний, средний, поздний и финальный Дземан. То есть наиболее активно развивалось у них мастерство изготовления керамической посуды, именно посуды. Но я становлюсь из всего этого разнообразия, конечно, надо что-то выбрать, наиболее яркое. И с моей точки зрения, это стиль КМ. Это средний Дземан, датировки здесь вы видите, примерно 3500-2500 тысяч лет до нашей эры. И этот стиль появился на западном побережье острова Хонсю. Локализован он достаточно так отчетливо к побережью. И обратите внимание на совершенно такие фантастические, необычные формы. Очень много высказываний. Во-первых, с точки зрения технологии, чтобы сделать вот такую форму, нужно невероятно не технический уровень. Это можно сделать при помощи, не используя никакие приспособления, инструменты. Но нужно прекрасно знать поведение глины. Чтобы сделать вот такую сложную, пластическую, очень замысловатую вещь, нужно не дать глине пересохнуть. Нужно ловить именно те моменты стадии ее подсушки в процессе изготовления, чтобы продолжить. Эти формы изготавливались не сразу, не за один присест. Мы пробовали с гончарами экспериментировать, изготавливать вот такую форму. Это требует длительного времени, и это поэтапная вещь. И вот деталь к детали лепится. То есть знание глины, сырья, умение с ним работать, конечно, и чтобы потом эту вещь можно было обжечь, и чтобы она сохранилась на протяжении 5000 лет и дошла до нас. То есть когда она изготовлена была, ясно, что она была вполне в нормальном состоянии, в небракованном. Так вот, чтобы добиться этого результата, нужно, конечно, великолепно знать, в первую очередь, именно глинистое сырье и его особенности. Но вот что касается уже, если перейти от технологии к внешнему облику, к художественному впечатлению, которое производят вот эти сосуды, многие исследователи теряются в догадках и высказывают самые разные предположения. Что это такое? Ну, фантастические какие-то образы, мифические существа. Ну, очень много гипотез, но мне кажется, я, в общем, в свое время имела смелость эту гипотезу высказать на одной из конференций в Японии, что вот эти сложные переплетения элементов криволинейных во многом инспирированы, во многом подражают морским организмам. Они прекрасно знали море, прекрасно разбирались в обитателях этого моря. И вот такая даже небольшая подборка, она, ну, в общем, с моей точки зрения, наводит на определенные мысли, что служило источником вдохновения. Не какие-то выдуманные мифические образы, а то, что они видели вокруг себя, но перерабатывали это вот уже как настоящие художники своего времени. Ну, в общем, это гипотеза такая для дальнейшего развития. Не останавливаюсь далее на ней. Керамика Дзюман в настоящее время в Японии чрезвычайно популярна. Она считается национальным достоянием, культурным элементом брендовым таким, национальным. И во всех школах, во всех университетах, в колледжах мастер-классы проводятся. Чуть ли не там с детских лет учатся школьники, как делать эту керамику, что она собой представляла. И, в общем, все они про нее знают. Это очень популярный вид досуга и образования. И образы керамики Дзюман также в современном японском искусстве присутствуют. И очень охотно их используют художники современные по керамике и по стеклу. Великолепные вещи. Такие получаются уже с современными технологиями, с современными материалами, конечно, о настоящих гончарных печах обожженные. Но мотивы используются, образы, те, которые использовал человек Дзюмана многие тысячелетия назад. И вот это подземано. Ну, вот несколько слов. К сожалению, вот все очень вот так вот бегло и коротко получается. Перейдем сейчас, сделаем скачок во времени очень большой, и перейдем к Средневековью. Средневековье, ну, в Японии примерно это с 8-9 века нашей эры до, скажем, 17 века. Вот в этот период складываются те стили керамики традиционной японской, которая нам известна хорошо по современному тоже искусству. И та керамика, которую используют в чайной знаменитой церемонии, если вы читали, знаете, кто-то сталкивался, может быть, с этой стороной японской культуры, то, в общем, в современной японской культуре чайная их церемония, тоже брендовый элемент, неразрывно связан с искусством керамики, но искусством, уже имевшим собственное лицо, свою историю. И вот я сейчас коротко вам просто охарактеризую стили вот этой традиционной японской керамики бедзен. Вот стиль, который родился в самый ранний, примерно 8-9 век. нашей эры. И его особенность заключается в том, что использовали только глину, но глину особую. Это сырье в определенном месте, город Бедзен, префектуре Акаяма. И сейчас он продолжает существовать, и также продолжают там заниматься керамикой, работая на собственном местном сырье, которое позволяет делать вот такие вещи. То есть глина и подобранный к ней специально режим обжига. То есть вот тоже здесь технологический нюанс очень важный, очень сложный режим обжига подбирается к местной глине. И в результате не добавляя никаких красок, никаких глазури, абсолютно ничего, ни даже малейшего декора. То есть она всегда гладкостенная, но ее эстетический эффект, эстетическая ценность этой керамики в том, что огонь, как японцы сами говорят, рисует на ней свои собственные узоры. То есть вот все, что вы видите, это не краски, это не что-то специально человеком нарисованное, а вот они загружают в печь сосуды, изготовленные из глины, при достаточно высоких температурах. Обжиг длится очень долго, почти сутки, и вынимают потом, каждый сосуд неповторим, необычен из-за физико-химических сложных процессов, которые во время обжига с ним происходят. Я просто не буду сейчас из-за недостатка времени детализировать, но вот такой результат. И до сих пор керамика это очень ценится в Японии, и считается очень, ну, она такая, как сказать, вот среди всех японских стилей, биндзен – это аристократ, самый древний, и не использующий никаких искусственных прикрас, то есть вот только, как они сами гордятся, как я уже сказала, гончары биндзена, которые живут и делают вот сейчас эту керамику, они гордятся тем, что мы используем только природные факторы, глина и огонь, и вот тот результат, который мы имеем. Керамика – необыкновенно красивое действительно изделие, но с чайной посудой эти не связаны. Вот я просто для уточнения, чтобы у вас путаницы не было, биндзен – самостоятельный стиль, он не связан с чайной посудой, современный биндзен. А вот то, что связано с чайной церемонией, керамика классическая, традиционно японская, связана с чайной церемонией. И, собственно, благодаря требованиям чайной церемонии она и эти стили и появились. Это мастерство изготовления особой совершенной керамики появилось. 15-16 века – вот время рождения разнообразных стилей, которые обслуживали чайную церемонию. Там целый ритуал был очень сложный, если вы знаете, в чайной церемонии. И очень большую роль играл антураж, посуда. Что использовали, для чего использовали, чайные чашки, чайник, там еще другие приспособления. И вся чайная церемония по сути строилась. И, соответственно, искусство и мастерство тех мастеров-керамистов, которые обслуживали потребности чайной церемонии, строилась вокруг чашки. Чашка была основным предметом в чайной церемонии. В сложении этих стилей очень большую роль в Японии как раз в 15-16 веке сыграли корейские мастера. Вот что интересно. Если бедзен стиль типичный японский, родной японский национальный стиль, то стили, которые очень известны и знаменитые, тоже ценятся в связи с чайной церемонией, это раку знаменитый, карацу, хаги, ориба, там еще есть. Но в сложении многих стилей огромную роль сыграли корейские мастера в конце 15-го века экспансия японцев, японских феодалов на корейский полуостров, захват ремесленников целенаправленный, переселение корейцев на японские острова и расселяли их по усадьбам, по владениям японских богатых феодалов для того, чтобы как раз они обслуживали потребности японской аристократии. А чайная церемония тогда как раз начала входить в моду. И вот эти стили, я тоже пропускаю сейчас характеристику их детальную каждого, но они все так или иначе они просты, в общем, вот соответствуют их внешний вид, эстетика японской керамики традиционной, сложившейся вот как раз в связи с чайной церемонией соответствует знаменитым правилам или канонам или как там принципам японской эстетики. Это простота, естественность, гармоничность, связь с природой, отсутствие какой-то вычурности, искусственности, минимализм. То есть все это мы видим так или иначе в данных стилях, но они все используют глазури. Вот в отличие от бедзена, просто такой нюанс технологический, они используют глазури и вот на глазурях именно делается основной декоративный эффект. До сих пор эти стили очень ценятся, продолжают их изготавливать, они в большом почете в самой Японии, тоже считаются в общем национальным таким достоянием. Китай. Искусство керамики с древних времен до собственно современности в Китае, история технологий керамической, история художественного аспекта связана с той же по сути территорией, которая была и остается ядром развития китайской цивилизации. Это между речью знаменитая Хуанхэ на севере и Янзи на юге. И собственно если вы посмотрите на карту современного Китая, даже отвлекаясь от тематики археологии, керамики и прочее, вы увидите насколько плотно заселена восточная часть Китая и особенно данная область и насколько пустые безлюдные районы на западе. Я говорила вам, что мы очень бегло остановимся на керамике неолита и на изобретении фарфора. Вот наиболее яркие страны. Конечно, вся история керамики Китая очень интересна, уникальна и сложно что-то выбрать, но мне кажется, наиболее яркими такими штрихами можно отметить неолит, культура Яншао, именно культура Яншао. Чем интересна эта культура? Это примерно вот вы видите датировки 5-4 тысячелетия до нашей эры. То есть примерно это синхронно среднему дземану, то, что я показывала, так же, как в Японии расцвет керамического искусства падает на эти даты, на этот период временной, так и в Китае. Вот расцвет неолитической керамики, культура Яншао, знаменитая культура земледельцев, оседлых крестьян, поселки оседлые, достаточно сложная уже социальная структура, достаточно развитая по тем временам жизнь. И вот как результат этого уровня развития общества вот эти изделия. Изделия изготовлены от руки, без гончарного круга. И практически каждое изделие украшено вот крашеным орнаментом. Вот об этом я и хочу сказать, что эта культура была первой в общем в мире, где широко, ну вот так вот масштабно начали использоваться природные пигменты для нанесения узоров различных, для декорирования. природные пигменты это охры различные, лимониты, гематиты, известняк, то есть вот краски, красная, белая, черная, коричневая, все это естественные природные пигменты, которые тоже нужно было освоить работу с этим сырьем и соответственно вот эти вот узоры, они хотя и простые, но тем не менее в общем не так просто было это сделать и обжечь, чтобы после обжига они, краски эти, закрепились и сохранялись на протяжении ну вот пяти-шести тысячелетий, когда их выкапывают эти сосуды из земли на поселениях культуры Яншау, они выглядят ну в общем очень хорошо сохранившимися и в музеях, когда их демонстрируют то краски эти не реставрируют они вот в том виде в каком они до нас дошли то есть насколько четко отработанная технология работы с пигментами чтобы сделать вот такие вещи на тысячелетия ну вот это Яншау тоже вот пожалуйста ни один сосуд не повторяет другой то есть вот каждый из них уникален так же как керамик отземан каждый сосуд уникален не делали серийно стандартных каких-то вот типовых изделий каждое изделие уникально так и вот эти вот расписные керамические сосуды Яншау посмотрите какие формы сложные но изготовлены без гончарного круга от руки ну и фарфор так нет вот да как я сказала Китай это родина фарфора и время когда первые фарфоровые изделия изготовлены были то есть начало истории фарфора 6 век нашей эры то есть вот собственно настоящий белый прозрачный фарфор то что мы называем стопроцентный фарфор он был изготовлен в 6 веке нашей эры сырье для производства фарфора но тут Китай можно сказать повезло Китаю с фарфором потому что именно на территории Китая северного и южного Китая ну северного я имею ввиду бассейн Хуанхэ бассейн Хуанхэ и бассейн Янзы есть богатые очень такие ценные залежи фарфорового сырья фарфоровых глин для фарфора вообще используются фарфоровые глины калийновые и так называемый фарфоровый камень это керамическая горная порода и вот этот слайд я не случайно его сюда повесила вот две картинки фарфоровый камень это не глина это горная порода каменистая горная порода которую нужно очень по сложному технологическому циклу обрабатывать для того чтобы получить материал из которого уже можно так сказать лепить делать фарфоровые изделия гораздо больше требует времени чем глины но изделия получаются очень качественные так вот знаменитые залежи фарфорового камня в Китае имеются в бассейне реки Хуанхэ в частности в провинции Аньхой наиболее большие такие наиболее глобальные и я не случайно сюда повесила вот эту вот картинку Приморье здесь представляет просто для сравнения посмотрите насколько даже внешне эти породы похожи и исследователи которые наш приморский фарфоровый камень изучали доказали что да это сырье родственно тем сырьевым залежем фарфорового камня по своим физико-химическим свойствам которые известны знаменитые в Китае у нас это гусевский так называемый фарфоровый камень а карьер этот находится вот я последний раз на нем в мае была вот эта фотография прошлого мая съездила на этот карьер посмотрела что там в каком он состоянии этот камень фарфоровый он не разрабатывается сейчас заброшен около села Кравцовки то есть просто для вашего сведения что что еще интересного это единственный выход единственный выход во всей России фарфорового камня именно сырья похожего родственного на родственного фарфоровому камню китайскому и оно внесено во все реестры полезных ископаемых отмечено везде но оно не используется ну по экономическим причинам вот такие просто интересные нюансы ну а несколько слов о китайском фарфоре развитие китайского фарфора шло вот делали акцент не на саму массу она оставалась неизменной вот качественные фарфоровые глины или фарфоровый камень это основа для изготовления фарфорового черепка да я не сказала вот что принципиальное отличие в чем отличается чем отличается материал фарфор от глины от от керамики это родственники потому что глина и там и там это алюмосиликаты но они разные по своим свойствам что выражается в температуре обжига обжиг фарфора при 1300 более 1300 градусов там немножко варьирует но более 1300 градусов никакая глина ни из какой глины вот такой обычной керамической фарфорового изделия вы не получите сколько бы вы ее не обжигали нужна специальная глина и нужен специально подобранный к ней режим обжига так вот развитие я вот заканчиваю уже эту часть просто чтобы совсем не обрываться пролистаю последние картинки слайды развитие китайского фарфора шло уже не по линии 6 века не по линии совершенствования самого материала черепка он практически оставался неизменным а по линии глазури вот чем покрывали поверхность фарфора вот глазури это тоже одна из таких очень ярких страниц в истории китайской керамики китайского фарфора здесь уже чистая технология конечно очень сложные рецептуры очень сложные составы знания конечно серия здесь великолепная как сделать глазурь чтобы ее обжечь чтобы она приобрела вот такой красивый эстетический вид и перед вами вот я просто пролистаю здесь по периодам различные типы глазури различные стили соответственно фарфора появлялись по периодам китайский период цун период юань вот сейчас закончу вот например знаменитая уже собственно говоря последние здесь кадры вот я просто ваше внимание позволю себе немного так отвлечь на вот крайнее изделие видите синяя роспись по белому фону это роспись кобальтом салями кобальта по белому фарфоровому фону вот это так называемый сине-белый фарфор появился в период юань тогда когда монгольская династия на китайском императорском троне сидела да это у нас период юань 1279 и 1300 ошиблась я 1368 это опечатка извините 1368 вот вот и именно в этот период данный появился стиль фарфора и он настолько широко распространился и попал попав в Европу в свое время где-то примерно в 14-15 веке он настолько хорошо адаптировался к европейской почве потом он попадает в Россию и если вы вспомните кжель знаменитую да нашу то она в общем не такая и наша получается она возникла в свое время именно под влиянием вот этого сложного пути вот этой технологии синей кобальтовой росписи по белому фону через Европу которая очень широко приняла этот стиль подражали ему китайские изделия использовали свои делали и затем она попадает в Россию и при стечении обстоятельств удачная находка подходящего сырья но не настоящий кжель это не настоящий фарфор просто это по ходу я вам так вот тоже говорю информацию это ближе к такому качественному фаянсу скажем что-то между фаянсом и фарфором технологические детали может быть да мы сейчас и опустим ну вот просто такой интересный нюанс да и вот еще вы видите роспись синяя по белому а когда кобальт наносят на сырое изготовленное высушенное изделие из фарфоровой массы он коричневый и в результате обжига он меняет свой цвет с коричневого на голубые тона на синие тона мы получаем такие вещи вот эта вот сложнейшая технология многоцветной росписи которая появляется уже в период мин цин то есть достаточно-таки поздние развитые периоды китайской истории вот печи драконовые в которых так называемые длинные драконовые печи в которых вся эта продукция обжигалась это ноу-хау китайских гончаров китайских черепичников вот такие длинные печи многометровые склоновые по 40-50 метров печи но в общем позволяли действительно совершенного такого режима температурного достигнуть очень качественную посуду фарфоровую керамическую можно было в них изготовить ну вот коли мы говорим о фарфоре то вот главный город фарфора это Дзиндэджэнь провинции Дзянси бассейн реки Янзы до сих пор он процветает и работает на том же сирье на котором столетия назад работали китайские мастера фарфора так ну и вот на этом первая часть закончим мы да следующее о чем я вам хотела рассказать но тут вы сами уже как вам Александр Николаевич озвучил кто-то устал может быть вот вообще в принципе Ближний Восток и Средиземноморье коротко и Центральная Америка вот об этом во второй части вот да вот если есть вопросы я тоже устала надо перерыв сделать да здравствуйте таким образом мы можем говорить о том что терракотовая армия это керамика конечно а что вы предполагали даже интересно такой вопрос услышите ассоциации как раз таки с кувшинами возникали с какими кувшинами терракотовая армия это терракотовая армия само слово керамика а то о чем я вот совершенно верно то о чем я сказала если вы обратили внимание на мой комментарий небольшой в самом начале что обычно мы ассоциируем керамика ну кувшины горшки и кувшины но на самом деле это не так это и скульптура вот пожалуй терракотовая армия великолепный пример привели именно той области культово-ритуальной да в которой керамику также глину и керамику как материал из нее изготовлены использовали да вот с глубокой древности и на протяжении практически все истории в разных районах мира это и архитектурная керамика которую я чуть-чуть вот скажу в следующем разделе просто ну тема настолько необъятная что обо всем конечно керамика они изготовлены это полы сосуды я была видела эту терракотовую армию и ну видела как работают археологи в этом музее то есть часть продолжают раскопки а часть музеифицирована и люди ходят смотрят но тут же работают археологи эти фигуры все внутри полые вот да как фигурки другое они ну только гораздо массивнее безусловно они полые и сделаны из таких стандартных модульных деталей то есть они не лепились каждое вот прямо вот так индивидуально от головы до ног да они лепились из заранее заготовленных сделанных блоков но блоки варьировали между собой да различались ну вот такие детали которые тоже можно как бы отдельно обсуждать отдельная лекция да я не углубляюсь а потом они еще раскрашивались вот еще что причем раскрашивались очень в яркий красивый тон здравствуйте меня зовут Якуба Мария я студентка первого курса исторического факультета мой вопрос следующий вы упоминали в ходе лекции о своей о гипотезе которую цитата имели смелость высказать на японской конференции цитата закончилась подскажите данная гипотеза нашла поддержку со стороны других исследователей вопрос очень хороший потому что это было спасибо да спасибо за вопрос я вам расскажу историю кратко 2016 год Киота в сентябре проводился крупный археологический конгресс и я делала доклад вместе со своим соавтором морским биологом Константин Анатольевич Лутаенко он достаточно известный наш специалист и мы с ним подготовили этот доклад и надо сказать серьезно я к этому докладу не относилась и он так же но решили ну пришла такая мысль вот сравните японские вот эти сосуды показались они нам похожи потом стали подбирать материал действительно вот можно набрать подобрали мы к докладу целый перечень морских организмов трепанги медузы там прочее прочее то есть они имеют все биологическую паспортизацию это не просто выдуманное что-то пожалуйста все они живут в водах японского моря в определенных районах все они имеют определенную морфологию которая как раз нам и показалась вот очень во многом сходной вот с этим стилем КН и когда я его представляла этот доклад он действительно вызвал большой интерес и в общем те кто слушал те это мнение да согласились но к сожалению вот публикации мы так и не сделали маленькие только тезисы то есть статьи какой-то серьезной к сожалению нет у меня вопрос такого более технического характера вы показали нам эту драконовскую драконовскую печь там используются все вот эти вот 50 метров для обжига то есть она вся загружается фарфором если да то вот как это получается то есть они потом залезают в эту печь и по 50 метров вытаскивают этот фарфор абсолютно верно вы нарисовали картину абсолютно верно но сейчас я только вам немного тут ну уточню да чуть расширим эту тему печей я достаточно много видела вот этих драконовых да ну во время поездок в Китай и показывали водили на места где остатки этих печей так вот длина печей вообще они не все были конечно по 50 метров 50 метров это я взяла ну самый большой действительно есть такие по 40-50 метров но средняя длина 20-30 метров средняя длина 20-30 метров как работали эти печи и керамику и фарфор а в них обжигали и керамику и фарфор здесь различий ну не было именно в технических условиях печи для керамики печи для фарфора но другое дело что вместе практически не обжигали либо керамическую продукцию либо фарфоровую но печи эти по всем районам Китая ну там где фарфоровое керамическое производство было известно и до сих пор они работают так вот как с ним ну как работают эти печи во-первых посуду туда загружали партиями которые накапливались в течение длительного времени то есть вот работают 4 месяца ну это я так условно в Японии такая же система только там масштабы печей поменьше вот работают 4 месяца ну гончары да мастерская какая-то делают партию сушат ее вот копятся блоки высушенных сосудов вот они ждут своего обжиг своей очереди и подходит время накопили необходимый объем продукции устраивают обжиг обжиги делались ну очень вы сами представляете что технически с этой печью конечно все очень сложно ее нужно обслуживать целой команде людей один человек не справится это целая команда которые загружают действительно эти изделия внутри она она склоновая и пол сделан в виде таких вот ступенечек аккуратных ступенечек еще и ну специальные полочки там приспособления для раскладки продукции все это аккуратно загружается как загружают в боковых сторонах печи имеются проемы вот да через некоторое расстояние определенное которые закладываются наглухо во время обжига ну чтобы вот понятно чтобы герметизация была и через эти проемы заходят закладывают все там готовят в передней части печи то есть в нижней части печи это топочная часть туда закладывают по определенной системе топлива нижняя часть печи верхняя часть печи это дымоходное отверстие то есть там выходит дым труба то есть вот горячий воздух двигается снизу вверх постепенно и вот доказано современными исследованиями физики доказано что именно такой ток воздуха по склону снизу вверх вот не на прямом пространстве и даже не вертикальный вертикальный печи известный на Ближнем Востоке например а именно вот такая система склоновое движение воздуха по направлению там еще направление ветра учитывалось вот это дает максимальный максимально ровную равномерную температуру что и нужно при обжиге достаточно высокие температуры топливо также подбрасывают с боков вот через отверстия потом их заделают то есть ну открывают закрывают обжиг в такой печи длится ну до полусуток несколько часов то есть вот в Японии я говорила например стиль бидзен близкие варианты печей только поменьше немного ну до суток то есть печи до сих пор используют драконовые печи но пожалуй сейчас они больше ну как экзотика хотя настоящие гончары вот японские если мы уже эту тему затронули наиболее известные японские мастера современной керамики они обжигают и те мастера изделия которых на рынке ценятся наиболее высоко не просто штампуют и что-то там продают на дешевом дешевому потребителю действительно художественные очень дорогие изделия они их обжигают только в таких печах только газовые печи они просто не хотят о них слышать что газовые печи не дают художественного эффекта а вот эта печь нам дает тот результат который и нужен и вот самая такая ценная самая интересная керамика самая художественно продвинутая и дорогостоящая также она обжигается вот в таких примитивных как бы печах но на самом деле примитив там такой очень только видимый ну и мы переходим плавно во вторую часть нашего собрания и ко второму мировому центру керамики да или кончарного искусства или искусства керамики да как хотите называйте потому что в принципе вот в области керамики как я ну очень так бегло пыталась вам сказать и то что есть на самом деле в керамике технологии очень органично соединены с художественным аспектом и получить высокохудожественное изделие да действительно предмет искусства произведение искусства керамическое можно только при условии хорошего знания и умения использовать какие-то технологические принципы нюансы то есть технология и эстетика художественное мышление здесь неразрывны именно в области керамики но и переходим к центру второму это средиземноморье и ближний восток ну вот перед вами карта что имеется в виду средиземноморье большое конечно но мы выделим здесь Балканы территория Балкан Балканского полуострова наиболее яркие наверное дает образцы примеры страницы из истории керамики вот этого центра и территорию ну современной Турции Ирана то есть вот ближнего востока Малой Азии вот два таких под центра два таких региона внутри вот этого большого центра средиземноморье и ближний восток климатический я напомню он так же как и Восточная Азия лежит в основном в тех же широтах это нижние умеренные широты субтропики вот так получается здесь прекрасный климат прекрасные климатические условия для занятий гончарством для работы с глиной и очень такие хорошие качественные глины так же вот это не случайно что все-таки качественные глины сырье качественное оно привязано к определенным климатическим поясам здесь уже геологическая история формирования наиболее таких качественных богатых по составу по свойствам своим глин связана не с холодными широтами не с Арктикой не с Севером а именно с субтропиками хотя это еще вопрос такой не до конца изученный но тем не менее так вот ну начнем с Балкан Балканы и остров Крит Крит здесь ну так чего он не хочет Балканы и остров Крит здесь в неолите уже складываются свои очень такие интересные необычные но вместе с тем и находящие если вы заметили какую-то перекличку с керамикой той же культуры Яншао тоже неолитической вот неолит вообще в разных районах мира это ну наиболее благоприятных конечно для этого районов это освоение декора керамики с помощью пигментов природных пигментов это появление вот расписных так называемых узоров расписного орнамента но здесь победнее вот это балканские культуры неолита и неолита так называемого медного века когда уже медь становится известна не только камень используют но переходят к освоению меди первого металла это шестое четвертое тысячелетия до нашей эры балканы балканские культуры там целая серия культур они такие яркие все интересные и вот очень в частности отличаются своей керамикой она передает им очень большое своеобразие специфику вот такие сосуды изготовленные ручным способом расписанные также вручную с помощью пигментов природных напомню природные пигменты которые древние люди использовали в неолите они в общем были ну везде все практически одинаковые это различные железистые материалы охры гематиты лимониты они дают нам палитру желтых красных коричневых тонов известняк иногда белый ну скажем пигменты голубые и зеленые это я немножко просто отвлекаюсь сколько раз пигменты то тут это уже соли металлов и это уже позднее вот начинают люди именно с простейших материалов типа охристых гематитовых лимонитов и только тогда когда уже вступают в эру металлургии в эру бронзы в бронзовом веке переходят к освоению голубых и зеленых пигментов и в частности использование для керамики но это такое отвлечение потом если вопросы какие-то будут я об этом могу сказать тоже ну вот это Балкан это неолит далее постепенно и последовательно развивается мастерство работы с глинами и керамикой здесь же на Балканах и на острове Крит и вот вам пожалуйста пример очень яркий интересный остров Крит это раннее государство это уже этап когда древнейшая государственная структура образуется минойская культура так называемые Микены государства Микенское царство да вот бронзовый век знаете вы это наверное помните из лекций это 2000-1000 ну это второе тысячелетие до нашей эры если так округленно и вот это же собственно говоря традиция эта же линия росписи продолжается но она усложняется посмотрите какие сложные ну и формы в общем-то уже появляется гончарный круг в это время и какие сложные росписные узоры и вот что обратите внимание здесь морские образы вот эта перекличка с тем что я говорила по Дземану хотя они совершенно и рядом не стояли это понятно где неолитический Дземан со своими условиями и где вот остров Крит но тоже окруженный морем и тоже богатство морской жизни там в изобилии было представлено и вот наиболее многочисленные серии керамики вот минуйской культуры они изображают как раз различных обитателей моря это и рыбы всевозможные вот осьминоги там и прочие животные вот то есть может быть вот если посмотреть со стороны со спекта этого примера на Дземан вернуться может быть не так и необычно вот эта гипотеза выглядит что в Дземане как я говорила в среднем Дземане складывается вот такой интерес к переносу морской тематики вот на так сказать украшения на декорирование керамических изделий вот ну это вот очень бегло более интересно и более важно если мы говорим о Балканах вершиной так сказать вот древних страниц истории керамики конечно является керамика античной Греции ну античную Грецию все вы знаете хотя бы в общих чертах да с чем это связано что это государство целая серия государств небольших да то есть это не одно государство да объединение государств развивающиеся на протяжении определенного времени это первое тысячелетие до нашей эры по времени я напомню рамки в основном к первому тысячелетию до нашей эры относятся это уже развитое общество это культура высочайшая это железо технологии всевозможные ну то есть вот очень конечно высокий уровень развития и мы видим этот уровень вот в керамическом искусстве в мастерстве изготовления керамики не уступали мастера вот античные греческие мастера керамики не уступали ремесленникам работавшим например с камнем знаменитый резной камень античный с металлическими изделиями с бронзовым литьем и прочее то есть все было вполне объяснимо и закономерно вот перед вами таблица с ассортиментом форм вот считается что античная Греция мастера античной Греции мастера керамики античной Греции изобрели если можно так сказать или разработали все многообразие форм то есть вот уже ничего другого добавить к ним невозможно вот все что по формам человек может представить себе изобрести сделать вот это сделали античные мастера греческой керамики в период античности посмотрите действительно какие сложные формы конечно это все делалось уже с гончарным кругом причем с очень сложным развитым гончарным кругом и делалось это все уже не кустарями какими-то там одиночками в мастерских в которых работало по несколько человек и причем каждый из них имел свою специализацию один работал на круге другой там этот круг приводил в движение кто-то работал готовил сырье обжиг отдельно то есть все распределялось разделение труда такой внутри вот этих небольших мастерских было но вершиной греческой керамики наиболее яркими ее образцами античной керамики являются конечно вот знаменитые чернофигурные и краснофигурные стили или по-разному называют чернофигурная керамика или чернофигурный стиль керамики краснофигурный стиль керамики наверняка вы об этом тоже знаете слышали картинки видели. Но только сравнительно недавно исследователи выяснили. Ну, как сравнительно недавно? Ну, в общем, где-то, знаете, до годов так, ну, до 50-х, может быть, даже до 60-х, как-то придерживались мнений в литературе, да даже до сих пор можно кое-где встретить красно-лаковая, черно-лаковая посуда, черно-лаковая античная керамика. Вот еще недавно этот термин использовался. Почему? Потому что полагали, что вот эти фигуры, черные, по светлому фону, естественному фону обожженной глины, черные фигуры, нанесенные, ну, какой-то, как полагали, черной краской, лаком, они блестящие, гладкие, очень четко прорисованные. И, в общем, без специальных физико-химических исследований, которые стали возможны только в последние десятилетия, такие действительно настоящие масштабные исследования. Вот было непонятно, как же рисовали. Ну, какой-то краской полагали, каким-то лаком. Состав лака, ну, там чуть ли не представляли, что такой очень сложный, рецептура его необыкновенно сложная, в общем, все чрезвычайно запутано было, и вот так вот непонятно. Вот выяснилось, однако, в ходе специальных исследований с помощью методов современной химии, физики, выяснилось, что никакого специального лака для этого не использовалось, а использовался сложный технологический цикл, состоящий, вот, технология получения черного лака, в кавычках, на керамике. Несколько таких важных технологических условий. Материал для, вот, состав этого, условно говоря, лака, он отличался от состава глины, разумеется, из которой изготавливалось изделие. Изделие изготавливалось из обычной ожелезненной глины. Вот оно приобретало красный цвет в окислительном обжиге, там, красный, желтый, оранжевый. А вот состав для рисунка, вот этого черного, да, он изготавливался, вот, из специальной глины, из специальной глины с высоким содержанием железа. Железистые глины есть такие, очень высокое содержание железа. Ну, дальше плюс вода, как всякая глина, да, и плюс растительные добавки, карбонат, растительные залапки, карбонат калия, растительные залапки, вот, которые действуют как флюс, как снижающий, ну, агент, снижающий немного температуру, расплавляющий, дающий эффект более такого равномерного расплава вот этого материала при более низких температурах. И самое главное, ну, вот, приготовили вот этот состав, развели его, приготовили, нанесли вот эти вот фигуры по сухому, по высохшему изделию, и далее идет трехступенчатый обжиг. Вот важно было выдержать все эти три стадии, меняя среду и температуру. То есть, вот, первый этап – это обжиг в обычной, обычный обжиг такой в окислительной среде при 800 градусах, то есть, не очень высокая температура. Вот сосуд на раз обжигается, и вот эти фигурки, которые нанесены были, они изначально-то не черные. Вот, изначально этот состав, он не имел черного цвета, он черный становился только в результате обжига. А изначально он был такого же цвета, как, ну, чуть, может быть, поярче, чем вот глина, из которой изготовлен сам сосуд. Это просто ожелезненная глина, она яркая, там, может быть, темно-красная, наверное. Второй этап – это обжиг в среде, насыщенный углеродом при достаточно высокой уже температуре до 950 градусов. И вот при этой температуре весь сосуд становился черным, затемнялся весь сосуд. Но вот эти участки, которые были прорисованы специальным составом, они за счет специального состава приобретали очень насыщенный черный цвет и спекание. Вот, я сказала, растительная зола, да, она способствует спеканию. То есть образовывалась такая, ну, условно, стеклоподобная, конечно, это не стекло, но не что такое. Вот стеклоподобная корочка, так называемое витрифицированное вещество, ровное, при достаточно высоких температурах и при насыщении углеродом. То есть вот эти условия необходимы. И, наконец, обжиг третий, снова при низкой, ну, более низкой температуре, да, при этой температуре черные фигурки оставались черными, то есть такими, да, вот, какими они и должны быть, да, вот они стали черными, гладкими, блестящими, они оставались такими, а пространство, которое затемнено было, вот, изначально, да, ну, из обычной глины, фон, так сказать, из обычной глины, углерод быстро выгорал, и глина снова возвращала фон, возвращал себе снова светлый цвет. То есть вот такая, понятно, вот, если что-то непонятно, я потом могу вот вам, ну, еще прокомментировать что-то, потому что действительно очень сложный такой процесс, и чтобы его осуществить, тут надо, вы сами можете себе представить, да, насколько нужно тонко знать свойства сырья, реакции его на температуру, аккуратно привести, вот, все эти стадии обжига, чтобы получить такие изделия, которые, вот, сейчас составляют, ну, можно сказать, такую очень существенную часть сокровищницы мировой культуры в целом, не только Балкан, Греции, да, вообще достижение мировой культуры считается, вот, античная керамика Греции. И насколько сложно и трудоемко оказалось исследовательным современным, выяснить все-таки, в чем же, в чем же состояла, вот, тонкость, сложность, и как же получали, вот, такие изделия, никакого лака специального, вот таким вот образом. И краснофигурный стиль, вот, чернофигурный стиль был более ранним по времени, вот, он сменился примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры краснофигурным стилем. То есть это чернофигурный стиль, наоборот, как вот пишут исследователи, то есть, ну, вот, понятно, да, чем замазывался фон здесь вот этим составом, и на нем прорисовывались, и специальными еще штрихами дополнялись вот черными фигурки красные, которые вот, то есть, вот это у нас естественный фон глины, а это вот, вот этот вот черный карбонизированный состав, о котором я говорила. То есть это чернофигурный стиль, наоборот, но он считается гораздо более сложным с художественной уже точки зрения, потому что здесь всякие детальки прорисовывались, белая краска даже добавлялась, ну, тут нюансы такие сложные. Вот, ну, это, можно сказать, вершина, как я сказала, и технологии искусства античного мира в целом, да, и мировой культуры, пожалуй, всей. И, кстати, вот печи, в которых они обжигали, вот я показывала вам драконовые печи, да, насколько они драконовые печи, ну, сооружение сложное, хотя бы даже, пусть оно не 50 метров в длину, пусть даже 20 метров, но это гигантское обжигательное сооружение, работать с ним сложно, ну, действительно, такое очень серьезное. А вот в каких печах обжигали в античной Греции. Печь такого вертикального типа, небольшие печи, и с виду они, ну, в общем, достаточно простые, но температуры необходимые они позволяли достичь небольшими партиями. Там не обжигали партиями такими, как вот в Китае, по сотням изделий, то есть сотни тысяч изделий загружались в печь, здесь как раз небольшими партиями. Да, и вот, что я не сказала, говоря про специализацию мастерских, что каждый там занимался своим делом, а наиболее, ну, престижным, что ли, было мастерство художника, вот того, кто наносил вот эти вот фигурки, чернофигурные, краснофигурные, отделывал, украшал все это. Вот мастерство росписи, то есть вот это занимали специальные художники, высокооплачиваемые, и, так сказать, верхнюю нишу, что ли, занимали в специализации. Вот это Греция у нас, и далее Ближний Восток. Сейчас буквально несколько слов об очень интересном явлении тоже, которое характеризует вот этот вот центр Средиземноморско-Ближний Восточный. Но это уже не керамика, точнее, керамика, но это уже не кувшины, как вот сказали, да, не кувшины, не горшки, а это архитектурная керамика. То, что я говорила, глина используется у нас и для изготовления кирпича, черепицы, других каких-то архитектурно-строительных деталей из древности, как раз с античности. И в Китае тоже с этого же времени. То есть вот здесь интересная параллель, тоже я так вот отвлекусь немного, интересная параллель вообще Грецию античную, и Китай первого тысячелетия до нашей эры, нередко сопоставляют культурологи, историки, историки культуры, историки ремесел тех же самых, во многих аспектах сопоставляют развитие. Вот достижения в архитектуре очень синхронны античной Греции и Китая. Достижения в технологиях, освоение того же железа, ну, многое другое, я не буду отвлекаться на эту тему, хотя она очень интересная. Это регионы, которые совершенно не соприкасались, как вы понимаете, по карте между собой, где Китай, а где Греция. Но и там, и там развивались ранние государства, письменность та же самая, произведение искусства литературного, я имею в виду первое, ну, многое, философия, то же самое развитие философии. Античная Греция и Китай, пожалуйста. Ну, это уже немного в сторону, да. А вот Ближний Восток даёт нам как раз, ну, пожалуй, в мире, ну, самый яркий, я считаю, образец мировой архитектурной керамики. И началось всё с Ближнего Востока, с территории междуречия Тигра и Ефрата, вы себе представляете. Так вот, кирпич, простой высушенный саманный кирпич, там научились изготовлять ещё до того, когда они освоили керамику для глины, извините, для изготовления посуды. То есть вот этот регион очень интересен именно своим развитием, таким, ну, своим, своеобразным развитием работы с глиной, алгоритмом, что вначале они научились использовать глину как строительный архитектурный материал, и лишь потом, через некоторое время, примерно, ну, 8-9 тысяч лет назад, здесь появляется, на Ближнем Востоке, появляется первая керамическая посуда, но не ранее. И вот эта линия использования глины для архитектурно-строительных целей, она вот как появилась в глубокой древности, ну, примерно 10-9 тысяч лет назад, и вот она до Средневековья плавно продолжалась, развивалась, конечно, изменялась, обогащалась. И вот сейчас я отмечу наиболее такие интересные в этом плане моменты. Вот древний Вавилон нам дает очень интересный тоже, ну, считается достижением, опять же, мировой культуры, на мировом уровне это все оценено. Древний Вавилон, ну, такой Вавилон, вы знаете, как историки, да, существовал, расцвет его приходился на первое тысячелетие, на середину первого тысячелетия до нашей эры, и в это время создаются шедевры. Городостроительство развивается, и создаются настоящие шедевры в разных областях технологий, ремесел и, в частности, вот в архитектурной керамике. Вот перед вами знаменитые ворота Иштар, раскопанные в древнем Вавилоне в 20-е годы, примерно, ну, в начале 20-го века. Глазурованная плитка и глазурованный кирпич, то есть, вот отделка керамического материала, отделка кирпича, керамической плитки глазурями. Вот впервые появляется здесь, на Ближнем Востоке, глазурованный кирпич, причем не просто глазури, а еще и вот с художественными изображениями, с такими сюжетными. Очень такое внушительное сооружение, и сейчас в реконструированном виде эти ворота представлены в Берлинском музее, об одном из берлинских музеев. Я забыла название, просто сейчас не могу сходу вспомнить. Но вот демонстрируется в одном из берлинских именно археологических исторических музеев эти ворота. Далее, в Средневековье. Вот, пожалуйста, действительно настоящий рассвет наступает архитектурной керамики вместе с переходом исламской цивилизации, или с началом исламской цивилизации, исламский мир. Тоже вы с этим знакомы. Исламская цивилизация создает свою совершенно самобытную материальную культуру, свои очень высокоразвитые ремесла, свое искусство. И, в частности, вот в архитектурной керамике здесь богатейшая палитра красок, сюжетов. Вот технология, основная технология, это все глазурованная плитка. Плитка, покрытая глазурями с рисунком. Причем глазури, вот здесь, если мы говорим о технологии, глазури принципиально отличались от тех глазури, о которых я говорила, о Китае, то там в основном высокотемпературные глазури. Здесь архитектурные глазури, низкотемпературные. То есть они обжигались при температурах порядка 800, может быть, градусов, вот так вот, до 900, ну, даже, может быть, и не доходило. То есть это достаточно низкотемпературные глазури, такие плотные, непрозрачные глазури, но очень красивые по своим тонам. И вот такой нюанс, по ним тоже можно говорить много, но просто хочу вот ваше внимание заострить. Посмотрите, сколько голубого цвета. Голубого, лазурного, там, как его называть, бирюзового, точнее, бирюзового цвета. Вот это один из любимых цветов вообще в исламской культуре в целом. Вот в зелено-бирюзовый такой с оттенками, то есть вот эти вот тона, эти цвета. И вот эти глазури на основе меди, окиси меди. Эти глазури, да, собственно, я показывала вам вот ворота Иштар, это первое тысячелетие до нашей эры. Тот же самый технологический принцип. Те же самые бирюзовые тона, вот я назад вернусь, те же самые бирюзовые тона, вот они освоили использование окиси меди, как пигмента. Тогда, когда медь, как металл для получения бронзовых сплавов, была уже прекрасно адаптирована, освоена. И вот эта технологическая освоенность меди, вот это, так сказать, знание об этом материале, оно переходит и в область работы с глинами, с керамикой. И вот эти цвета, глазури, полученные на основе окиси меди, они излюбленными остаются на протяжении, ну, собственно говоря, всех последующих многих-многих веков. И еще один момент, очень сложные, ну вот, очень сложные геометрические, геометрическо-цветочные композиции, очень сложные рисунки, ну, это уже техника рисования, сочетания между собой разных глазурей. В общем, вот, исламская керамика, ближневосточная керамика, архитектурная, подчеркиваю, архитектурная керамика. Конечно, у них и бытовая керамика была, и, так сказать, ритуальная какая-то, но по своему вот этому художественному впечатлению, на мой взгляд, она значительно уступает, архитектурная. Вот здесь, так сказать, полностью они раскрылись, вот, как мастера и как технологи, как художники получили этой керамики. Вот такие изразцы. Вот, кстати, вот еще я акцентирую такой момент. Вот изразцы, всем нам знакомые, да, ну, знаем, что такое изразцы, плитка, вот как раз это глазурованная плитка. Так вот, родина изразцов является Ближний Восток, не Европа, как мы, ну, иногда, может быть, ошибочно полагаем, что в Европе изразцы известны со Средневековья, что они использовались, вот, те же изразцовые печи, там, кладка стен изразцами, ну, по-всякому. Но на самом деле в Европу искусство изготовления, мастерство изготовления изразцов попало от арабов, ну, с Ближнего Востока, из арабского мира, через Испанию. В Европе впервые изразцы использовали в Испании, когда арабский халифат завоевал часть Испании, в общем, была такая страница, если помните, из лекций в средневековой истории Европы, да, ну, и постепенно, да и достаточно быстро, вот эти изразцы, мастерство их изготовления и возможности использования распространились по широкой территории Европы. В Россию они тоже попали, так сказать, вот, круговым вот таким путем, потому что у нас также своя школа изразцов складывается, но после того, когда вот эта мода уже достигла Европы, мода и технологии, умения изготовлять, у нас свои, своеобразные были русские изразцы, но принцип тот же самый, керамическая плитка, глазурованный рисунок, глазурованное покрытие. Ну, а вот, подчеркну, родина изразцов, умение изготавливать и использовать вот эти детали архитектурные, это Ближний Восток. И вот, в частности, вот не только прямоугольные изразцы, да, нам всем знакомые квадратики, там кубики, вернее, квадратики, прямоугольники, но и вот такой звездочный изразец. Это уж их такой вот интересный вариант. Ну, так, ну и, наконец, последнее, о чем я, вот, последний центр мы перемещаемся. Ну, тут я совсем коротко скажу, тут и материал у меня не очень много, просто отметить, что вот в районах Центральной Латинской Америки складывается свой тоже, своеобразный центр мирового искусства керамики, гончарства, там как угодно можно называть, и тоже он имеет свою определенную историю. И если сравнивать по времени появление керамики, вообще, так сказать, навыков, технологических навыков работы с глиной, получения керамических изделий, то этот центр самый ранний. Самый древний, я напомню, восточно-азиатский, затем вот Ближний Восточный Средиземноморский, и, наконец, этот самый молодой. Вот как раз Александр Николаевич, он непосредственно в своей работе столкнулся с проблемами изучения ранней, прямо древнейшей керамики вот этих вот районов в Эквадоре. Да, ну Эквадор чуть южнее, но все равно он как бы, да, вот он, в общем, туда, сейчас вот он покажет. Немного южнее, конечно. Ну, это как бы достаточно условно, да, проведен круг, вот, в основном, чтобы показать приуроченность, опять же, к тем же, вот, субтропическому, к тому же субтропическому поясу. Да, к Эквадору, ну, как-то так, ну, и да, и к субтропикам, и над Эквадором. Так вот, самая ранняя керамика в этом районе, ну, то есть в районах, скажем, южные районы Северной Америки, вот Центральная Америка, вот Север Южной Америки, чтобы не запутаться, где-то у нас, ну, не ранее 6 тысяч лет. Вот, да, то есть она совсем молодая. Сравните первая керамика в Китае, например, ну, пусть даже эти даты преувеличены, ну, 18 тысяч лет назад, 15-16 тысяч лет назад в Восточной Азии, и здесь вот 5-6 тысяч лет назад. Вот, у них своеобразная история, свое развитие, но об этом долго я говорить не буду. Вот как раз Александр Николаевич раскапывал памятники в Эквадоре, где первые опыты, представленные работы, первые керамические изделия, вот вопрос как раз очень интересный. прояснение, а как же, и когда, и в каких формах керамика в этом районе появлялась. Но я остановлюсь на уже сложившихся традициях, о чем я хочу сказать, говоря об этом Центре, что квинтэссенцией вот этого именно Центра развития стала, конечно, керамика, так называемая керамика индейцев Поэбла. Такое общее название Поэбла, это группа, этническая группа племен, включающая в себя несколько разных племен, Наваха, Анасази, Зуни, там и прочие такие локальные племена. Общее название, вот этническая группа племен Поэбла или семейство Поэбла. И их локализация – это юго-запад Соединенных Штатов, А именно, это штаты Нью-Мексико, Колорадо, Аризона и частично территория Мексики. И вот этот достаточно такой четко локализованный очаг, я бы назвала его очагом, очаг керамики Поэбла, он тоже в мире, в общем, получил должную оценку, как один из примеров высочайшего уровня развития именно искусства керамики при простейшей технологии. Вот гончары Поэбла, вот женщины стоят тут сосудами, гончары Поэбла так и не дошли до изобретения круга гончарного, все от руки делалось. В очень простых условиях технических обжигали, никаких там развитых печей не было, если какие-то печи, то они крайне примитивные, а то и костер обычный. Никаких приспособлений сложных. Все, казалось бы, чрезвычайно просто. Ну, посмотрите вот на их изделия. Что отмечают все, кто... Я эту керамику глазами своими сразу скажу не видела, ну, разве в музее только, а так не сталкивалась, по литературе знаю, что эта керамика находит самую высокую оценку специалистов современных именно с точки зрения вот того художественного результата, который могли и могут до сих пор гончарю Поэбла получать простейшими, абсолютно простейшими технологическими средствами. Исключительная симметрия. Вот все отмечают это, что сосуды их, вот, посмотрите, это изготовлены от руки. Сложнейшие формы. Формы разные. Там большой, конечно, ассортимент форм, но симметрия, вот симметрия соблюдена просто потрясающе. Удивительно, что такие вещи вообще можно изготовить от руки. То есть там это делается массово. То есть не один какой-то гончар, не два, а в принципе это традиция, которая тянется издавна и сохраняется до сих пор. Вот умение вылепить, а размеры у них тоже, ну, разные, от небольших до достаточно крупных. Вы видели, вот. Я вернусь к этому кадру. Вот. Размеры сосудов. Женщины, которые... Занимаются гончарством женщины. Женщины, которые изготавливают эти сосуды. И еще такая деталь, как роспись. Обратите внимание на вот еще, что даже больше привлекает внимание и удивление вызывает, нежели форма. Такая очень симметричная, четкая, без гончарного круга. Но вот роспись. Посмотрите. Очень много математических элементов. Это я ссылаюсь на исследователей. Это уже не мои собственные, так сказать, выводы и наблюдения. Это я ссылаюсь на исследование. Установлено, что Пуэбло... А, я не сказала вот что. Что когда начала складываться эта культура, это первые века первого тысячелетия нашей эры. То есть вот первое тысячелетие, ну, примерно от середины первого тысячелетия начала складываться вот эта культура Пуэбло, которая в археологическом выражении проявляется в остатках поселений, с достаточно сложными сооружениями, керамика вот таких типов. Ну, это современные изделия, я показывала. Но такие же они были и в древности. И тянется вот эта культурная нить примерно от середины первого тысячелетия нашей эры в указанных районах до настоящего времени с сохранением всех традиций. Так вот, выяснили, что Пуэбло были, в общем, природными математиками. То есть у них математические способности, видимо, ну, даны были им на генетическом уровне. И выражение этому нашли в сложных архитектурно-строительных их традициях, в использовании геометрических, ну, законов геометрии. Вот они как-то вот, ну, именно по интуиции, потому что им дано было, ну, вот, предками заложено в их природе, они умели без специальных инструментов, без циркулей, без каких-то измерительных приборов очень четкие геометрические формы переносить в архитектурные сооружения и вот в узоры, в керамические узоры. Все это сделано без трафаретов, без каких-то промеров, да, специальных. Это все сделано кисточкой, ну, те же краски, они использовали те же природные пигменты, о которых мы говорили, ничего у них другого не было. Это сейчас, ну, вот уже современное поколение этих гончаров Пуэбло, оно, конечно, в значительной мере работает уже на потребу туристам, это понятно, на современный, так сказать, бизнес у них своего рода. Они, ну, иногда используют какие-то современные вариации красок, но, в принципе, это природные пигменты, кисточка, ну, собственно, все, что они имеют для работы. И вот такие сложнейшие вещи с очень мелкими элементами даже, с очень четкой прорисовкой, то есть, ну, вот, как это можно сделать? Сложно себе представить. Я заканчиваю, а я как раз вот, как будто бы и закончила. И вот последний нюанс. Посмотрите, не все сосуды у них в рисунках, да, вот есть такие, как бы гладкие сосуды, посмотрите, вот эти черно-лощенные сосуды, напоминают вот этот вот греческий черный лак, но совсем другая технология. Это тоже технология, здесь не какое-то особое покрытие, там какой-то обжиг трехступенчатый, нет, здесь это обычное, примитивное, можно сказать, лощение. Вот эти сосуды достигают такого, гончары достигают в своих изделиях вот этого блеска, совершенно зеркального, изумительного блеска, за счет того, что очень тщательно, по особой методе, ну, то есть, определенные движения, руки, очень долгое время, очень тщательно, они вручную лощат, все эти изделия отлащивают. И затем обжигают их на один раз в среде насыщенной углеродом, сосуды становятся черными, блеск сохраняется вот этот, и вот такой вот великолепный результат. Это древняя технология, которая у них до сих пор сохраняется и вот так используется. Ну и просто вот картинки. Нет, это вот я уже и закончила, просто картинки. Да, и вот в заключение смотрите, что вы выберете. Вот современный фарфор, сделанный на фабриках и с использованием всяких современных средств, да, и вот керамика индейцев Пуэбло, вот по художественному эффекту, по мастерству нанесения узора, да, по симметрии, выбор сделать сложно здесь. Сказать, что что-то более примитивно, что-то лучше, что-то хуже, да, вот, наверное, сложно. Ну, собственно, и вот заканчивая, это просто как бы итоговое, что мы бегло рассмотрели из разных эпох и из разных районов. И это всего лишь одна очень небольшая часть вообще общего богатства, о котором я говорила, общего богатства керамических изделий, химастерства технологического, художественных образов. Вот тут упоминали керамику армию, кто упоминал, вот армию, терракотовую армию, да, девушка упоминала, терракотовую армию, вот только лишь об этом примере можно не одну лекцию прочитать, а на самом деле мир дает нам очень много таких интересных вот страниц. Ну, спасибо за внимание, на этом я закончу. Вопросы? Вопросы ваши? Спасибо, что терпеливо слушали. Вопросы ваши? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вопрос насчет керамики поэбла. Почему вот гончарством занимаются именно женщины? Есть какое-то там объяснение? А объяснение тому, конечно. А сами вы, вы же историк? Ну, а сами вы не можете предложить ваше объяснение? А вас должны были этому, мне кажется, в лекциях, были материалы, как ремесла развиваются и по, так сказать, гендерному признаку, что, ну ладно, вот общая закономерность по миру, да, и по истории гончарства, скажем так, в мировом масштабе, такова, что если примитивный уровень развития общества, земледельцы, как поэбла, без всяких там технических наворотов, без знания металла, без знания каких-то ремесел продвинутых, вот простые земледельцы работают на полях, занимаются гончарством женщины. Это женское занятие, это такое, ну, домашнее часто занятие, совмещенное с другими какими-то обязанностями, с сельскими работами, то есть это уровень, который, ну, вот считается, не требует особой мускульной силы, вложения каких-то таких, ну, сложных вот технологических знаний. А тогда, когда гончарство в развитых обществах, государство, это уже ремесло, ну, это тоже так, схематически, да, раннее государство, сложение ремесел и совсем другой масштаб и уровень. И гончарный круг, печи, все это становится прерогативой мужчин. И вот, кстати, к вашему вопросу, интересный такой момент, я всегда о нем говорю в лекции, когда, ну, когда так приходится, отмечал его. Вот гончарный круг, так, по моим наблюдениям, и не только по моим, но, ну, я достаточно много видела, как работают за гончарным кругом. Так вот, мужчины способны к работе на гончарном круге от природы. То есть у них в 90% случаев получается быстрее, лучше и качественнее освоить этот механизм. Это механизм. Это уже механизм, это не просто поворотная какая-то подставка, да, там вот, ручная, а имеется в виду гончарный круг как механизм. Ручной, ножной, особенно. Это только для мужчин. вот женщины в принципе к работе на гончарном круге менее способны. Вследствие объяснения какие этому, это разная сейчас сформулировать вестибулярный аппарат. Разный вестибулярный аппарат. У мужчин он изначально генетически гораздо лучше, чем у женщин. и вот так вот это получается. То есть, если мы массово будем проверять, допустим, выбрать 10 парней, 10 девушек, ну, там, 20, сколько-то, да, посадить за гончарный круг, то вы увидите эту разницу. Конечно, если кто-то, единичное наблюдение, они мало что говорят об этом, и женщины бывают очень способны к этому делу, к этой технологии. Вот, это что касается гончарного круга. А что касается печей, ну, это очевидно, работать с печью, особенно вот сложные какие-то печи, это, конечно, уже в основном занятием становится мужчины. Ремесло гончарное, это в основном мужчины. Домашний промысел какой-то, простой уровень технологический, это женщины. То есть, ну, это так по миру, и вот индейцы по Эбло, одна из иллюстраций этого. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вот если говорить про керамику именно Южной Америки, например, Перу, там, например, Наска, Паракас или Чевин культуры, вы изучали вот эту именно тематику? Нет? Нет, специально я сразу скажу вам, сочинять я ничего не буду, я ее знаю только бегло и по картинкам. и я вот лично я сказать ничего об этом от себя не могу. Вот, что я видела реально из вот этой южноамериканской керамики, это то, что вот коллекции, которые привозил Александр Николаевич, культура Вальдивия, культура Вальдивия, Эквадор, это я действительно видела. И что могу сказать? Ну, действительно, сейчас не будем долго рассуждать на эту тему, да, это как-то совсем идем в сторону, но действительно есть вещи, которые поражают сразу воображение, я знаю, что я имею в виду, это процарапанный узор, вот меня он поразил, потому что ну вот Вальдивия, это у нас какое время, это вот напомните пример. Ну, вот, да, ну, то есть достаточно ранее по нашим масштабам, да, никаких там приспособлений, все просто, все обыденно, на обычном таком вот технологическом уровне, никаких гончарных кругов, никаких там развитых печей, все примитивно, но, тем не менее, вот декорировали они свою керамику совершенно специфически и отлично от многих тенденций, трендов мировых, которые вот приняты, которые известны по другим районам. Ну, как обычно сделать узор на керамическом изделии, ну, проще всего тогда, когда она во влажном состоянии, да, прорисовали, процарапали, там, нарисовали что-то. Это обычно и к этому решению в основном вот и приходили. А вот гончаре в Вальдивии, вот я как-то объяснение этому не нашла, почему столько времени и усилий тратилось на то, чтобы процарапывать узор по уже высохшей, а может быть даже и уже обожженной поверхности. Потому что он продран как по камню, то есть вот он не без усилий, то, что я сказала, берете палочку или там штампик какой-то и без усилий на влажную глину у вас так под рукой все получается. А у них нет это твердое, это вот камнеобразная поверхность, ну какое-то острое лезвие там, чем они царапали. И это ж надо было вот потратить столько времени, столько усилий, чтобы процарапать сосуд. Проще было это сделать. А я к чему, что гораздо проще было это сделать до того, как сосуд они обжигали. Но почему-то они предпочитали... Вот для меня это необъяснимо. Я не знаю. Разве какие-то ритуальные здесь мотивы, цели, объяснения, контекст какой-то включался, я не знаю. Насколько я поняла, в Вальдивии камнерезное искусство достаточно. И здесь перекличка, что они с камнем в принципе знали, камень работали, изготавливали интересные вещи из него, именно резьбой по камню. Но они же эти приемы перенесли почему-то и на керамику. То есть действительно регион, я что хочу сказать в целом, что регион вот этот Южной Америки, он очень интересен и не то, что вы говорили, Перу и прочие районы, у них совершенно верно очень своеобразное понимание керамики, свои какие-то представления, образы, то, что они воплощали. Не спорю, по тем картинкам, которые я видела, впечатляет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это крайне просто. Это вы можете сами экспериментировать, дойти до такого совершенства, как индейцы Пуэбла, если вам хватит на это терпения, времени. То есть это обычные гальки. Вот лучшая лощила, их как бы несколько, я назову сейчас. Тонкотекстурная галька, вот находите галечку, чтобы тонкие-тонкие, сланцевые гальки. У нас на побережье, например, черного цвета, тонкая-тонкая, бархатистая, ни в коем случае ни граниты там, ни какие-то нет. Это галька с очень гладкой, шелковистой, тонкотекстурной поверхностью. Камень, то есть камень. Затем идеально отполированная кость. Кость. Поверхность костей гладкая, непористая, без зацепок, без зазубрин, чтобы она гладенькая была прямо такая. Плавник деревянный. Можете подобрать кусок дерева, плавника. Тоже можно найти. Вот он отполирован водой, временем, и он тоже прекрасно лощила. А если современные брать, чтобы там не искать гальки, плавники, кости, возьмите чайную ложку или столовую ложку, металлическую, желательно не алюминиевую, из хорошего металла, какой-нибудь сплав. И выпуклой поверхностью великолепная лощила. Вы прекрасные результаты получите с помощью лощины ложкой. Чем еще можно? Я вам назвала все материалы, которыми гончары пользовались. Камень, кость, костяные лощила, деревянные лощила, плавник, гладкое дерево, идеально гладкое. Любой материал с гладкой, твердой обязательно поверхностью. Вы получите такие результаты. Но здесь не только лощила нужно. Здесь еще нужно поймать состояние глины. Нужно поймать такое состояние глины, чтобы оно было не слишком влажным, потому что тогда не получится результата, и не слишком пересушенным. здесь нужно очень четко отслеживать. И чуть-чуть, полчаса туда, полчаса сюда, глина не досушилась, или она пересохла, особенно пересушенная глина, это уже не получите такого результата. И сама глина, сама текстура изделия, конечно, обязательно, потому что должны быть отсутствие твердых включений, твердых частиц, тоже тонкая такая однородная текстура. Разные глины тоже по-разному лощине поддаются. Почему Африка не стала сэроризма такой для человеческих? Ой, вы знаете, она в своем роде стала. Я вам ведь сказала с самого начала, что невозможно вообще нет таких пока возможностей охватить ни у кого, не только у меня, охватить вообще все многообразие того, что создало человечество в области работы с глиной и керамикой. Невозможно. И Африку я просто вот так опустила. Хотя по Африке можно много чего говорить, конечно, и гончарство там появляется в Северной Африке достаточно рано, очень рано. В общем, можно сравнить с, допустим, даже где-то с территориями, ну, попозже, чем в Китае, попозже, чем в Японии, но приблизительно где-то как в Северном Китае, в Северо-Восточном Китае и как у нас в Приморье, ну, подтянуть, да, там 12-10 тысяч лет назад вот в Северной Африке. И, в принципе, развитие гончарства работы с глинами, изготовления посуды и не только посуды, керамической скульптуры, там прошло очень длительную и своеобразную историю и не только в районах Северной Африки, в районах Тропической Африки складываются своеобразные керамические культуры, которые до сих пор есть, они живы, процветают и служат материалом для наблюдения этнографам, тем, которые ездят, занимаются, вот особенно последние годы, ну, так не последние годы, а десятилетия, скажем, Африку облюбовали себе специалисты, которые собирают этнографические материалы по керамике, вот особенно любят Африку, потому что в районах Тропической Африки, например, там, Центральной Африки, сохранились как раз племена, сохранились племена со своими гончарами, со своими традициями, с примитивной, вот уровень как раз у них примитивный, вот там они не дошли до таких изысков, как античные греки с чернофигурной, краснофигурной керамикой, да, как дземанцы с их сложными вот этими хитросплетениями, там все попроще, вот, но, тем не менее, интересные традиции обжиг в костре в основном, печи используют крайне редко, очень простые приемы.